приветствую всех микростокеров сегодня у нас полезное видео специально для тех кто работает с фрипиком я думаю многие из вас знают о таком ограничении как объем файла более пол мегабайта должен быть как для ps так и для джипега если джипегами обычно проблем не бывает тут съем сами с векторными такое часто случается что он получается меньше чем пол мегабайта особенно когда мы говорим про старые файлы которые делаются еще до вот этих вот всех нововведений на шутер стоке 4 мегапикселей прочее дребедень тогда народ наоборот старался уменьшить объем файла чтобы он получился как можно более компактным и так скажем сэкономить на трафике и быстрее все загрузить на все 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 микростоки я тоже столкнулся с такой проблемой потому что все мои старые файлы которые сейчас загружаю на фрипик они все меньше пол мегабайта новые но они по-разному получаются какие-то меньше какие-то больше кстати если вы вдруг по какой-то причине еще не зарегистрированы на фрипике и не работаете с ним то не теряйте эту возможность на текущий момент по последним данным которые мне были по отзывам от ребят даже из россии можно зарегистрироваться по крайней мере пока никто не жаловался что его завернули есть определенные проблемы с выводом конечно же денег для россии но их все можно обойти решения имеются поэтому если вы рассматриваете микросток фрипик для работы и вам он интересен то можете воспользоваться ссылочкой которого меня есть в описании там будет подробная видео инструкция как регистрироваться на фрипике как загружать работы на экзамен и много полезных нюансов мало того когда я записывал это видео на фрипике еще были достаточно такие жесткие требования по экзамену сейчас требования стали намного проще проходит практически все авторы в два раза меньше работ нужно загружать то есть ситуация изменилась кардинально это как бы полезная информация для новеньких кто еще с фрипиком не работает ну а мы давайте сейчас перейдем к нашей проблеме я покажу два способа как обходить этот момент когда у вас файлы получились меньше чем пол мегабайта вот это для опытов набрал и псов в отдельную папочку скопировал сейчас сам все буду показывать первый способ мы разберем на этом файле откроем давайте его вот такой вот несложный логотип чик как вы видите объем у нас 381 килобайт это меньше чем пол мегабайта если у нас вот случилась такая вот беда то мы просто идем файл и пересохраняем данные ps вот и набью нажимаю с с все здесь оставляю без изменений заменяю данный файл выбираю десятую версию и внимание здесь в превьюшки сверху выбирая вот этот вот пункт 8 бит цветная можно попробовать выбрать black and white но чаще всего она не не вытягивает то есть это служебная превьюшка который используется в тех программах которые не открывают векторные файлы ну что просто посмотреть увидеть что это за картинка не более того поэтому выбираем вот этот формат но и все и нажимаем ok пересохраняется наш ебс и и вот мы видим что он стал аж целых 5 мегабайт даже больше как раз это подходит для free пика и таким образом данную проблему можно решить то есть если вы делаете новые файлы и у вас они получаются меньше пол мегабайта то включайте обязательно эту превьюшку если у вас есть какие-то старые то просто их пересохраните с этой включенной превью цветная 8 бит у этого способа есть конечно же минус файл получается достаточно большой то есть вы видели у нас было там 300 с чем-то килобайт а стала аж целых пять с лишним мегабайт если у вас большое количество файлов и какие-то там проблемы с трафиком либо он у вас лимитированный либо у вас на жестком диске ограниченное место то ну придется это как-то решать в целом способ отличный один из его плюсов то что его можно записать в экшены вот сюда вот панель называется операции экшенс в англоязычной версии и вы можете прописать экшен сохранением файла для микростоков со включенной превьюшкой и в том числе даже использовать батч пакетную обработку в рамках данного видео я не буду все это показывать потому что это уже как бы так скажем на любителя и достаточно долго получится у меня есть отдельный урок отдельное видео ссылку я оставлю в описании там я показываю и простые экшены и сложные экшены в том числе и в конце будет экшен по сохранению на микростоке и там же я показываю как работает этот бач пакетная обработка то есть вы можете один раз записать экшен на сохранение со всеми этими настройками корректными взять папку с вашими допустим старыми файлами пускай их там будет 100 500 или даже 1000 и натравить через бач экшен на эту папку он все их переоткроет пересохранит и перезакроет соответственно закрывание файлов тоже в экшен пропишите в общем если вы работаете с экшенами давно и знаете как это все тут организовано то большого труда это не составит если вы с экшенами впервые столкнулись то опять же ссылку я оставлю в описании посмотрите отдельное видео и маленькое предупреждение я вот на этом иллюстраторе на новой версии протестировал данную штуку там записал все экшен записался без проблем но когда через бач я его запускал он первый файл обработал без проблем на втором файле почему-то он вылетает я не знаю с чем то связано может быть что-то глючит именно в данной версии у меня есть старый иллюстратор c6 лицензионный там еще его покупал в свое время когда еще эти были лицензии не подписка вот раз купил и все и можно пользоваться он до сих пор работает я вот в нем то же самое попробовал сделать экшен без проблем записался и там на батче он работает идеально ничего никуда не вылетает ничего не глючит здесь же вот какая-то беда поэтому если у вас постигнет то же самое не удивляйтесь просто попробуйте другую версию иллюстратор и все этого касаемо первого способа как нам решить проблему с пол мегабайтами для епсов для фрипика я думаю все здесь понятно переходим ко второму способу для этого я открою вот сразу целую пачку файлов это старые мои паттерны даты грузилу сейчас допустим не нужно их залить на фрипик и они все как вы видите тоже вообще малюсенький малюсенький по 100 с лишним килобайт некоторые даже меньше и здесь я вам покажу другой способ это использовать панель swatches вот это вот что нам нужно сделать открываем через библиотеки паттерны выбираем здесь базовую графику и текстуры текстуры что это такое то вот такие вот стандартные паттерны из точек из всяких там полосочек и прочих дребедений и чтобы увеличить объем епса нам достаточно все эти текстуры просто запихнуть в свотче и пересохранить как мы это делаем выделяем вот так вот с шифтом все и сюда перетаскиваем теперь мы закрываем данный файл он нам спрашивает пересохранить мы соглашаемся говорим с все он сохраняется в той же самой версии ps который он был и теперь мы видим что вот он стал как раз чуть больше но не чуть больше почти 2 мегабайта второй способ мне нравится больше несмотря на то что здесь нельзя записать в экшена его я пробовал не получается но зато его можно использовать в связке со скриптом stock master pro если вы скриптом данным пользуетесь то там он отлично подходит для работы как это происходит вы просто в файле закидывайте также вот эти вот свотчи и когда будете запускать скрипт просто снимите вот эту галочку в настройках в advanced clean all panels чистить панели нам не нужно в данном случае вот эти вот паттерн они никому не мешают раньше давным-давно когда еще были драконовские требования там на истоке почистите панели организуйте там слои и грамотно это имело место быть и какое-то значение оказывала на приемку сейчас же ну можно забить совершенно спокойно и в этом случае скрипт вы запускаете сохраняете файлы на проверяет он их соответственно и панели остаются с паттернами соответственно файл получается больше чем пол мегабайта вплоть до того что вы можете сделать template то есть какой-то пустой файл с пустым артбордом 4 мегапикселя вот так чтобы он и для шетерстока подходил заодно положить туда фон и сохранить в формате аид вот в этом вот соответственно у вас будут там в панелях все это сохранены данные паттерны и данный аид файл когда вы будете открывать в иллюстраторе у вас будет появляться от title документ то есть вы его не затрете и там уже все настройки будут готовы то есть в панели будет все что нужно добавлено для объема и на рабочей области даже что-то будет удобно организовано и и такой шаблон использовать для работы с микростоками ну еще один плюс данного способа то что объем получается не такой большой то есть все таки не 5 мегабайт один там с лишним если у вас очень много файлов в они прям так сильно много места не займут если вам нужно вот прям так несколько файлов пересохранить можно использовать хаткей тоже сейчас сразу подход покажу как бы зачем их столько открыл то есть мы перетаскиваем сюда паттерны нажимаем control с это сохранить и данный файл перезаписывается затем нажимаем control w это закрыть но и все если вам нужно допустим 5 10 файлов так вот пересохранить то нажимая control с control w и перекидывая вот сводчи паттерны мы быстро все сделаем это если вы пользуетесь данным способом вторым потому что в экшена его не записать как я уже говорил все готово вот видите все файлы готовы на этом у меня сегодня все желаю вам удачи на микростоке и также в любых других ваших творческих начинаниях все полезные ссылки как я уже говорил будут в описании видео заглядывайте туда если возникнут какие-то вопросы пишите в комментариях постараюсь помочь на этом у меня сегодня все спасибо большое что потратили чуточку своего свободного времени посмотрели это видео пока пока